Добрый, добрый, добрый день, дорогие зрители моего канала Домашний Очаг с Мариной. Сегодня я вам хочу рассказать о целебных свойствах пророщенных зерен пшеницы и ржи. Я вам говорила, что когда набухает зерно, в нем пробуждаются невидимые силы. И они настолько активны, что очень хорошо их применять нам и в питании. Эту силу они могут и нам подарить. Поэтому, пожалуйста, посмотрите мое предыдущее коротенькое видео о качестве зерна, которое вы должны покупать и на что обратить внимание. Я пользуюсь медицинской литературой, поэтому не хочу, чтобы это выглядело от себя тиной. Я, если позволите, зачитаю вам качество проросших зерен, которые диетологи отмечают в пшенице и во ржи. В проростках пшеницы и ржи содержатся белки, углеводы, фосфор, калий, магний, марганец, кальций, цинк, железо, селен, медь, ванадий и другие витамины и микроэлементы. Очень большое количество витаминов группы В1, В2, В3, В5, В6, В9, витамин Е, витамин F и биотин. И на что же влияет употребление проростков пшеницы и ржи? Проростки пшеницы и ржи способствуют нормализации работы мозга, очень хорошо влияют на работу сердца. Все мы знаем, что все группы витаминов В, Е и Ф улучшают состояние волос. И ростки пшеницы и ржи замедляют процесс старения. Поэтому посмотрите, какое количество я вам рассказала питательных веществ, микроэлементов и витамины, которые находятся в пшенице и в ржи. Покупайте сухую пшеницу, если вы сами не выращиваете, чтобы она была здоровая, не прелая, не заражена никакими болезнями, была сухая. Это очень важно. Очень хорошо зерна пшеницы и ржи использовать в первом году после сбора урожая. На протяжении следующих лет очень снижается качество зерна. И, конечно, вы уже не получите тех питательных веществ, на которые вы планируете. Когда вы купите пшеницу, рожь, прежде всего, очень тщательно промойте достаточно проточной водой. Для того, чтобы убрать здесь, находится у нас и пыль. Мы же понимаем, что произведена была промышленная обработка зерна, если вы покупаете на рынке или в супермаркетах. И обязательно смойте вот эту пылевую оболочку. Вы уже зерно, пшеницу, рожь достаточно замочили. Это уже пробуждение вашего зерна. Любая влага, которая попадает на любое зерно, даёт сигнал к тому, чтобы зерно просыпалось. Разрушается блокатор роста в зерне, включается гормон роста, и ваше зерно в ближайшее время начнёт очень быстро прорастать. Начнут проклёвываться такие маленькие корешки. Пожалуйста, возьмите, можете взять невысокую баночку, залить паромытое зерно, уложить, накрыть салфеточкой влажной и оставить на проращивание. Обычно в течение 2-3 дней проклёвываются маленькие клювики такие. Это уже показатель, что ваше зерно вошло в очень активную фазу. И теперь оно готово к употреблению. Я советую, если вы замачиваете, проращиваете, ну, достаточное количество зерна, такое где-то 200-300 грамм, конечно, вы его в ближайший день-два не съедите. И вот эти вот проростки зерна я вам советую поставить в холодильник. Они могут и достаточно долго у вас храниться. Посматривайте, если надо промыть зерно, пожалуйста, промойте. И постарайтесь в течение 3-5 дней зерно, которое вы проросли уже, употреблить в пищу. Можно использовать его в салаты, очень интересно. Можно смолоть даже на кофемолке. Даже такой способ есть и превратить в такую, как бы, пасту или шрот. Но, по моему наблюдению, когда мы употребляем именно цельнозерновое, проросшее зерно, это как витаминка с таким корешком, с клювиком. И организм сам найдёт резервы, чтобы его переработать. Ну, можно на миксере, конечно, но мы понимаем, что мы уже вмешиваемся в молекулярную форму. И зерно, конечно, уже раздробится и может не дать той активной фазы, которую мы от него ждём. Сегодня я вам рассказала про качество пшеницы и ржи, заболевания, которые обратите внимание. Пожалуйста, пользуйтесь моими советами. И я в следующих видео вам расскажу о других растениях из лаковых, которые мы употребляем как добавки в питании и заботе о своём здоровье. Спасибо, что вы были со мной. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на мой канал.